Для Егора Никитовича Невзорова 9 мая двойной праздник, день победы и день рождения. В этом году труженику тыла исполнилось 90 лет. Во время войны он жил в Мичуринском районе Тамбовской области, снабжал армию зерном. После войны Егор Никитович восстанавливал страну из руин. Поздравить юбиляра с днем рождения в лесной городок приехал Андрей Иванов. Глава муниципалитета не только привез подарки имениннику, но и пообещал решить бытовые проблемы. Кроме того, совсем скоро труженик тыла пройдет медицинское обследование в Перхушковской больнице, где для ветеранов оборудованы специальные палаты. Вы обязательно пройдите обследование, а мы вам постараемся помочь и с лекарствами, с какими-то, если нужны, операциями, чтобы поддержать ваше здоровье. Александр Алексеевич Банников, как и Егор Никитович, помогал снабжать нашу армию зерном. Когда началась война, ему было всего 6 лет. День победы 45-го. Он до сих пор помнит до мелочей. Я в Сибири 9 мая босиком, уже взрослый, бежал и радовался победы. Руки вверх поднимал и кричал «Ура!». Мы победили. Многие одинцовцы праздничный день решили начать на центральной площади, где на больших экранах транслировали парад победы. Среди зрителей главного парада страны Ваня Водолазкин. Его назвали в честь прадеда, который сначала был командиром танка Т-34, а после ранения уже в Берлине работал переводчиком. В башню попал снаряд, и осколок от самой башни попал ему в голову. И после этого он не мог участвовать в боях, но знал немецкий язык хорошо, и его взяли переводчиком. Снаряжение поисковиков и то, что с помощью него удалось разыскать на местах боев, можно было внимательно разглядеть на интерактивных площадках военно-исторических клубов. Пока одни пытались поразить с помощью штыка мешок с соломой, другие интересовались судьбой своих близких, пропавших в годы Великой Отечественной войны. В рамках всероссийского проекта на центральной площади работала передвижная приемная. То, что сканировано в архивах, это документ так, как он есть в архиве. В нем могут быть ошибки, мы эти ошибки можем предугадать, и наши специалисты могут, так сказать, из небытия извлечь исходный документ. С возложения цветов к памятнику маршалу Победы Георгию Жукову в Одинцово традиционно началась официальная программа праздника. Именно здесь горожане собрались в колонну, чтобы под звуки оркестра проследовать до вечного огня. В этом году в строю курсанты по гран-институту ФСБ России и юнормейцы чести возглавить шествие удостоились лучшей из лучших. У вечного огня горожан уже ждали ветераны. Сейчас в мирное время сложно представить, что в неприметном двухэтажном здании рядом с мемориалом располагался госпиталь, а рядом с входом в кинотеатр хоронили умерших там бойцов. Сделать так, чтобы события Великой Отечественной войны остались в памяти потомков и сказать слова благодарности ныне живущим их участникам. Главная задача тех, кто пришел на митинг. За солнце, которое сейчас там светит, за мирное небо над головой, за то, что наша страна развивается, за то, что не было уже 74 года войны. Все это, конечно, произошло благодаря тем героическим людям, нашим предкам, великим людям, которые добились этой победы и не пустили фашизм не только в нашу страну, Европу, но и во весь мир. А сразу после возложения цветов к братской могиле, одинцовцы отправились к Георгиевскому собору, чтобы пройти строем бессмертного полка. Акция «Бессмертный полк» всего 7 лет. С каждым годом она набирает все больше участников. Десятки тысяч человек выходят на улицы городов по всему миру. Когда-то их родных и близких объединила общая горе война и общая цель победа. Сегодня они выходят на улицы, чтобы память о тех, кто подарил нам мирное небо, сохранилась для будущих поколений. В этом году прошли с портретами близких в руках по центральным улицам Одинцова более 25 тысяч жителей. Пусть дорожка фронтовая, не страшна нам обежка любая, а помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. Дмитрий Павловский несет портрет деда Степана Евдокимовича. Он был призван в погранвойска в 36-м. В 41-м его, как и положено по сроку службы, комиссовали. Правда, отдохнуть не пришлось. Началась война. Дошел до Кёнигсберга, а потом был переброшен в Японию. То есть воевал сначала с финнами, потом с немцами, а потом еще с японцами. Вот в 45-м уже, в 46-м закончил свою службу в армии. Дети, внуки, правнуки. Поток участников акции в Одинцово казался бесконечным. Кто-то пел, кто-то играл на гармонии, кто-то молча думал о чем-то своем. Были и сторонние наблюдатели. Как показывает практика, уже в следующем году они встанут в строй бессмертного полка. На центральной площади участников шествия встречал казачий хор, который чуть позже сменила группа «Вабанг». Когда же домой, товарищ мой, вернется. За ним родные ветры прилетят. Любимый город, другу улыбнется. Знакомый дом, зеленый сад, песеновый взгляд. Во второй половине дня прошел дождь, но он никак не повлиял на настроение горожан. Всем желающим волонтеры раздавали дождевики, чтобы можно было продолжить наслаждаться концертом. Завершилась праздничная программа «Поздно вечером». Салютом. Евгения Августина, Денис Харламов, Артем Ломоносов, Евгений Голиков. Телекомпания Одинцова.